Добрый вечер! Меня зовут доктор Кентон Слейбо, и это наш первый урок из семи, который называется «Признаки духовной зрелости». Признаки указывают нам правильное направление. Они сообщают нам, как далеко еще нужно идти, и дают нам знать, когда мы добираемся до места назначения. И сегодня я хочу посмотреть на такой признак зрелости, как оставить младенчество. 1 Коринфянам 13.11 сказано, «Когда я был младенцем, то помладенчески говорил, помладенчески мыслил, помладенчески рассуждал, и как стал мужем, то оставил младенческое». Для ледокола сегодня, опишите то, что раньше было для вас важным, но теперь это не так важно, потому что вы стали зрелым. Это может быть какое-то занятие, которое вам больше не представляет никакого интереса и ценности. Это что-то, что в какой-то мере было очень важным для вас, и, возможно, это было центром вашей жизни, но сейчас это больше не представляет важности. Поговорите об этом, подумайте, обсудите между собой, и я скоро вернусь к вам. Одним из признаков духовной зрелости является то, что мы отложили младенчество. Младенческое — это действия, привычки, отношения или образ жизни, которые не продвигают нас вперед в наших отношениях со Христом. Это то, что не способствует достижению цели Бога в нашей жизни. Отложить их означает, что перестать их делать и оставить позади. Мы заменяем их другой деятельностью, которая способствует духовной зрелости и приближает нас к Богу. Какие есть примеры младенческих вещей, которые нам нужно убрать? Один из примеров — это те занятия, которые тратят наше время впустую. Всем нам нужно время, чтобы расслабиться и освежиться. Но когда мы обнаруживаем, что заняты делами, на которые тратится много времени, нам нужно отложить их. По мере взросления мы понимаем, что наше время может быть лучше потрачено на то, что принесет вечную награду и продвигает Божий замысел для нашей жизни. Это вопрос приоритетов. Духовная зрелость означает, что мы уделяем приоритетное внимание Богу во всех сферах нашей жизни. Он наш Господь. И то, как мы проводим наше время, свидетельствует о том, насколько Он важен для нас. Дело не в том, что мы не можем делать эти вещи, а в том, что мы не позволяем им поглотить нашу жизнь. Еще один пример того, что нам нужно отложить младенчество — это зависимости. Это привычки или действия, которые удерживают нас. Библия называет это твердыни. И мы, кажется, бессильны их преодолеть. Алкоголь, наркотики, секс, деньги и переутомления могут вызывать привыкание и зависимость. И нам нужно взять их под контроль и избавиться от них, если мы хотим и дальше расти духовно. Один из лучших способов преодолеть зависимость — это приблизиться к Богу, а не приближаться к этой привычке, вызывающей зависимость. Проводите время в молитве, в поклонении или в изучении Библии вместо того, чтобы пить или принимать наркотики. Примите твердое решение остановиться, а затем заполните пустоту тем, что приближает вас к Богу, а не отдаляет от Него. Третий пример того, что нам нужно отложить младенческое — это разговоры и споры, которые не имеют никакой цели. мы тратим время и силы на споры о политике, какая спортивная команда лучше или какой лучше певец. В конце концов, ничего мнения не меняется, и это в любом случае не имеет значения, потому что мы ничего не можем сделать, чтобы изменить то, с чем мы не согласны. Отложить младенческое означает сосредоточение внимания на важных аспектах жизни и отказаться от неважных вещей. Это знак того, что мы возрастаем во Христе и становимся духовно зрелыми. Для обсуждения сегодня вечером, хотя мы поговорили о трех примерах младенчества, может быть много других вещей, которые нам нужно изменить или прекратить делать, чтобы мы могли продолжать расти до духовной зрелости. Есть ли что-то младенческое, что вам нужно оставить позади? Если да, то поделитесь этим со всей группой. Что это? Рискните. Потому что часто признание того, что на самом деле происходит, дает силы оставить это позади. Почему нам так тяжело оставить некоторые вещи? Почему они так ценны для нас, если на самом деле не имеют никакого влияния? Обсудите эти моменты. Уделите время общению об этом. Когда вы будете служить друг другу, пригласите тех людей в центр вашей группы, которые хотят оставить младенческие вещи, и молитесь за каждого из них по очереди. Возлагайте руки на них. Ждите Святого Духа. Молитесь и пророчествуйте над ними. Не нужно давать им советы. Просто принесите их перед Духом Святым. И позвольте Ему служить им. Я благословляю вас сегодня. Я молюсь, чтобы ваша домашняя группа прошла замечательно, чтобы то время, когда вы будете служить друг другу, было наполнено силой Святого Духа, чтобы Он принес все то, что Он желает для каждого из вас. Отец, я молюсь, чтобы твое благословение, твое помазание, твое благоволение пребывало на каждом человеке, на каждой семье, в этой домашней группе. Отец, я молюсь, чтобы ты благоденствовал в них и служил своей жизнью для них. Мы воздаем тебе всю хвалу, всю славу. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо. Пребывайте в победе.